Как не потратить всю зарплату на новогодние подарки? Смысл даже не в том, чтобы придерживаться определенного процента сбережений. Не влезай, убьет. Какие травмы можно получить, отмечая Новый год? Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Амир Ахтямов. В зеленом зале Казанского федерального университета в рамках заседаний коллегии ученого совета обсудили создание новых студенческих научных организаций. В Казани состоялась коллегия Министерства образования и науки Республики Татарстан на тему развития системы подготовки и непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров в Республике Татарстан. Казанский федеральный университет был представлен в лице проректора по образовательной деятельности Тимирхана Алишева. Новогодние праздники и предпраздничные дни – это время, когда деньги будто текут сквозь пальцы. Подарки родным, близким и коллегам, новогодний стол и наряды, а еще всякие развлечения – буквально все требует средств. Как после новогодней эйфории не остаться у разбитого корыта, узнавала наш корреспондент у эксперта Казанского университета. В предновогодний период магазины объявляют настоящую охоту за покупателями. Витрины пестрят объявлениями о скидках и акциях. Многие покупатели клюют на удочки маркетологов и буквально опустошают свои кошельки. Специалисты советуют составлять список покупок перед походом в магазин. Это касается и покупок в подарок, и припасов для новогоднего стола. Если мы говорим о предновогоднем периоде, то сэкономить можно просто заранее, купив то, что нужно, или то, что хочется купить к Новому году, до наступления ажиотажа, тогда, когда все это можно купить проще, а зачастую и дешевле. Как говорит эксперт, экономить не только можно, но и обязательно нужно. Как показывает практика, один и тот же товар можно приобрести в двух соседних магазинах с разницей в 10-20%. Также он отметил, что человек не всегда чувствует, сколько он потратил и сколько он сэкономил, особенно, когда пользуется безналичной формой оплаты. Безусловно, первым правилом грамотного распоряжения семейными финансами является ведение учета доходов и расходов, то есть человек должен знать, сколько он зарабатывает и сколько он тратит. Смысл даже не в том, чтобы придерживаться определенного процента сбережений, а смысл в том, чтобы текущие доходы всегда покрывали текущие расходы с избытком. Тем не менее, экономить или не экономить – дело каждого. Все зависит от возможностей и потребностей человека. Главное – не остаться с носом и, как говорит эксперт, у разбитого корыта. Елизавета Никитина, Фарид Захитаглы, Универньюз. Детский сад КФУ «Мы вместе» возглавила Эльвира Сатреддинова. Напомним, детский сад Казанского федерального университета «Мы вместе» для детей с расстройством аутистического спектра открылся в сентябре 2021 года. Он является базовым для обучения будущих педагогов, повышения их квалификаций, а также федеральной площадкой по сопровождению для детей с рас. Создание детского сада КФУ было инициировано в 2017 году ректором Ильшатом Гафуровым. Инициатива поддержана руководством Татарстана. Каждый месяц еще текущего года в Казанском федеральном университете был примечателен рядом инновационных научных исследований и открытий. Подводим итоги года науки и технологий и отмечаем главные события в научной сфере КФУ в нашем сюжете. Январь 2021 года ученые научно-исследовательской лаборатории био-нанотехнологии Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета разработали уникальную методику обнаружения микро- и наноразмерных частиц пластика в кишечнике беспозвоночных. Она основана на применении темнопольной микроскопии и гиперспектрального анализа. Под воздействием внешних факторов пластика измельчается и приводит к появлению микропластика. Это частица размером менее 5 мм. И нано-пластик – это частица размером менее 1 микрона. И таким образом они попадают в пищевые цепи и могут накапливаться в организме и приводить к ряду патологий. В марте 2021 года доценту кафедры математических методов геологии Тимуру Закирову и его команде удалось выявить ключевые аспекты, которые определяют новизну исследования, влияние краевых эффектов смачивания на характеристики вытеснения углеводородов из пористых сред. По результатам исследования ученые смогут подобрать наиболее эффективные режимы разработки нефтяного или газового месторождения, а также обосновать тот или иной метод увеличения нефтеотдачи. Во-первых, мы исследуем динамические режимы течения. То есть такие режимы течения, которые зависят от поверхностного натяжения, вязкости флюидов, скорости магнитонии или перепада давления между скважинами. В мае 2021 года учеными КФУ был опубликован научный доклад, отражающий первые результаты исследования магнитных свойств донных отложений озера Сабакты. Он был признан лучшим на 28-й международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых-ломоносов. Всего было изучено более 450 образцов, которые позволили провести поликлиматическую реконструкцию на территории Южного Урала. Полученные результаты позволяют провести периодизацию климатических изменений на Южном Урале за последние тысячелетия. Октябрь. Физики Казанского университета установили причину разрушения покрытий оптических волокон. Ими был изучен неизвестный ранее механизм деградации защитного углеродного слоя. Ученые обнаружили необратимое увеличение электрического сопротивления при многократных циклах их нагрева и охлаждения на воздухе. Нашей целью было выяснение причин, почему же оптические потери появляются. Такой рост, согласно результатам спектроскопических исследований, вызван именно взаимодействием аморфного углерода с молекулами воды из окружающего воздуха. Ноябрь. На кафедре аналитической химии Химического института имени Бутлерова Казанского федерального университета создана проточная электрохимическая ячейка из полимолочной кислоты. С ее помощью можно проводить анализы веществ, применяемых в медицине для диагностики и лечения заболеваний. Наша научная группа освоила полный производственный процесс создания данной системы, включающий печать ячейки, создание электродов к ней, модификацию реактора и проведение непосредственно самого анализа. Казанский федеральный университет, являясь одним из старейших вузов России, на протяжении всей своей истории неразрывно связан с наукой. Продуктивная научно-исследовательская деятельность, в которую вовлечены университетская профессура, преподаватели и студенты, безусловно, формируют особый тип мышления и качество личности. Это была лишь первая часть ТОПа. В скором времени вы увидите еще больше уникальных разработок ученых КФУ. Надежда Мещерякова, Универньюз. Омрачить новогоднее настроение могут закуски. Как избежать отравления и правильно оказать первую помощь, если сосед подавился салатом? Смотрите в следующем сюжете. Новый год – настоящее испытание не только для кошелька, но и для организма. Одно из самых частых – пищевое отравление, вызванное теплым салатом двухдневной давности или кулинарными экспериментами хозяйки. Отравление обычно происходит при употреблении многослойных салатов, нарушении технологии приготовления и температурного режима хранения блюд. С пищевыми продуктами могут передаваться возбудители острых кишечных инфекций, такие как сальмонеллы, шерихи, шигеллы, ротовирусы и другие. Чтобы вместе с боем курантов улицу не наполнили звуки машин скорой помощи, стоит придерживаться простого правила. Открывая игристые вина, не сбалтывайте напиток. Не направляйте горлышко бутылки на себя и окружающих. А если ваш сосед подавился салатом, важно быстро оказать ему первую помощь. Сигналом для действий служат кашель, осипший голос, шумное хриплое дыхание, невозможность очистить дыхательные пути постукиванием по спине. Встаньте позади пострадавшего и положите обе руки вокруг верхней части его живота. Наклоните пострадавшего вперед. Сожмите свой кулак и поместите его между пупком и грудиной. Возьмите эту руку другой рукой и резко надавите вовнутрь и вверх. Повторяйте пять раз. Если обструкция все еще не исчезла, продолжайте чередовать пять ударов по спине и пять толчков в живот. Если пострадавший при оказании помощи потерял сознание, поддерживая его, осторожно опустите на пол. Немедленно вызовите бригаду скорой помощи самостоятельно, либо попросите окружающих и начните выполнять сердечно-легочную реанимацию. Продолжайте реанимационные мероприятия до приезда бригады скорой помощи. Даже самая оживленная беседа не стоит застрявшего в горле бутерброда. А прабабушка из блокадного Ленинграда не побьет вас за утилизацию испортившегося блюда. Берегите себя и своих близких. Ариадна Кугушева, Универньюз. На этом все. В студии был Амир Ахтямов. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok